привет друзья это школа свободных наук и занятия гитарой меня зовут аня я преподаю гитару и укулеле и здесь у нас с вами курс для начинающих хотя возможно не все начинающие да вот нас валя сегодня присутствует валь привет вот это это ты да получается с белой гитарой присылаешь задание да классно получается у тебя там здорово очень с посадкой все получилось молодцы вот ребят смотрите мы сейчас немножечко с вами пройдем по вопросам посадки еще раз я для новеньких повторю может быть что-то еще не для всех запомнилось а может быть кто-то первый раз но сильно углубляться повторение я не буду потому что все таки очень важно потихонечку двигаться вперед немножечко грустненько что вас чуть меньше чем обычно там когда приходит 20 человек это конечно очень вдохновляет и ты понимаешь что все на связи но я всегда придерживаюсь такой точки зрения что кто пришел тому надо да то есть вот кто а кому надо тот обязательно возьмет свое и обязательно у него будет все получаться рано или поздно потому что мы не занимаемся ничем потусторонним мы не занимаемся никакой китайской грамотой если есть гитара и есть руки вот у вас все обязательно получится значит если вас нету в нашем чате ватсап то обязательно напишите напишите здесь вот у нас есть чатик в зуме и там нам можно написать я новенький меня нету чата ватсап вот тогда можно будет мы можем вам дать ссылочку на этот чат и в этом чате как раз мы будем делать домашние задания вот ну и плюс еще поскольку вас немного когда нас немного в принципе можно играть прямо на уроке да и я могу вам какие-то давать советы прямо на уроке потому что когда вас много то я скорее показывать только могу вот а если если немножко помогу и поговорить вот нас николай здесь коль привет смотри у тебя есть кто-нибудь из взрослых кто может тебе помочь с посадкой может быть кто-то тут нужно да да с посадкой чтобы сделать нож куда и пониже убрать этот вот как бы корпус гитары сейчас я себе тоже дело потому что я в принципе я тоже поскольку я умею играть я обычно не использую подставку она мне нужна бывает только если нужны какие-то прям совсем фокусы выделывать что-то быстро нет это я скинула чат гитары для всех ватсап а все да да вот я надеюсь что вы сможете туда кликнуть и туда попасть да или сохранить скопила скопировать себе эту ссылочку вот коль красиво сел замечательно сел да можно уже как раз тренироваться николай попробуй давайте сейчас посмотрим из ребят кто у нас ходит прямо на занятия давайте попробуем сейчас звук протестировать сможем ли мы вообще звук да сделать коль попробуй включи микрофон и мы с тобой попробуем поиграть будет ли слышно твой звук да давай попробуем вот двумя пальчиками двумя пальчиками да вот по струне по первой но для того чтобы руке было удобно нужно обязательно сделать вот так чтобы рука от локтя да вот было здесь не не раньше локтя не не вот так вот да ни в коем случае потому что такое положение руки она очень нестабильная выше ниже в общем она будет упрягаться чтобы как-то упасть по струнам вот это очень важно чтобы от локтя была ручка на этой грани как раз вот и попробуй сыграя по первой струне у нас первая струна это самая тоненькая на снизу будет ли тебя слышно замечательно да слышно первую струну а вторую струну попробуй сыграй замечательно звук настроили молодцы и третью струну сыграем попробуй еще раз первую и вторую и третью ребят вот это вот само вроде простое упражнение вообще ничего такого вроде не содержит в себе а а погодите только мирс тоже нужно сделать звук там правильный вот нам нужно всем включать звук оригинала для музыкантов либо включать звук как он называется низкое шумоподавление вот чтобы было слышно гитару вот короче смотри коль когда ты делаешь вот так прямо вот ты своему мозгу и своей руке правы объясняешь как правильно как бы попадать по струну потому что все между струнами же буквально там один сантиметр промахнуться очень легко и сыграть там вместо одного звука сразу три это спокойно это у нас как бы без вопросов вот и не такая же простая задача бывает вот зажимается расскажи давайте сейчас немножко у нас немножко я чуть-чуть вам дам слово по прошлым занятиям нотку соль сможешь найти коль соль сможешь найти такой такой звук на гитаре соль 3 труна нас получается да да третье еще раз сыграли но ты похоже четвертую играешь молодец сыграй супер это соль и у нас же она как раз это соль в начале песенки в начале нашего с вами happy birthday находится сейчас чуть-чуть сделать удобнее тоже я на зарядке мне нужно и чтобы вы меня видели и чтобы зарядка не вылетела аля сможешь найти второй лад на третьей стране ты что пока не пробовал я просто тоже не помню я помню что ты у меня на каком-то еще курсе занимаешься это вторая открытая получается аля это когда ты на третьей струне зажимаешь второй лад вот его зажимать надо вот вот не знаю как у тебя там зажимание пока еще вот коль а у тебя кто-то из родителей есть рядышком чтобы снова вот можно я с вами чуть-чуть пообщаюсь мамой да с мамой можно да привет как вас зовут меня аня виктория вик напомните пожалуйста вы на каком курсе у нас как бы вот коля по моему где-то у нас в каком как или вы только на этом а мы только начали с вами на той неделе на 20 минут выходили познакомиться а понятно и вы пришли на на этот урок попробовать да потому что если мы только начинали мы наверное с вами это это про индивидуальное занятие добыла наверное истории или про группу да вот маленькую вот ребят тут я хочу маленькое пояснение сделать для всех и для виктории с колей для всех остальных вот просто ссылку на ваш чат я даю всем и тем кто на на моих остальных группах хочется тоже почему потому что мне хочется чтобы все видели ваш пример когда человек ну практически не имеет даже со мной общение отдельного а при этом присылает в чат задание и вот получается что он занимается и растет то хотя мы вообще не видимся то есть вот как бы там у меня есть много маленьких групп или там индивидуальных каких-то занятий и там далеко не всегда ребята присылают если честно а важнее всего присылать то есть вот как бы важно не то что я вам показала это тоже важно я все покажу от меня будет много зависеть но будет очень-очень важно что вы сделаете в ответ до ваша обратная связь как вы сможете это повторить потому что мы все немножко разные у всех разные пальцы и разные как бы реакции разная скорость вот и и вы не можете прям зеркальная и абсолютно точно сделать все как я но вы можете несколько раз пробовать и пробуйте пробуйте вас будет получаса вот а коли скорее всего я просто просила что-нибудь зажимать колинка на попробовать просто что-нибудь на первой струне зажиме то есть тебе пока еще конечно нотки рановато тем более гитары большая это ты зажал да что-то там сушки а у меня вот такой вопрос к админу если можно можете открепить меня вот как бы чтобы у меня у меня было видно на на большом экране того человека который играет хорошо вот попробуй коле еще раз сыграть да да вот это вот с пальчиками больно ты уж и небольшим я понимаю что вы хочется большим но ты старайся вот этими пользоваться указательным и средним большое нам другое нужно делать койт там даже с чемается боже мой какое чудо вот это у коли но тогда зажалось да и ты можешь соответственно вот как бы зажимать да этот лад а можешь не зажимать у тебя будет получаться разные звуки попробуй так сделать и это будет его маленькое задание потом мы сейчас послушаем как ребята эти беды некоторые играют молодец супер ребят обратите внимание это просто вот со стороны коле это прям супер результат потому что гитара то большая гитара для него очень как такая вот она не простая для него еще раз так сделай зажми и убери вот вы знаете ребята тут тоже такой вот момент да вот очень показательно что когда вы первое таки делаете движение вы сначала как бы вот зажимаете да а потом вот как будто вот всю ручку прям туда убираете вот это необязательно делать то есть достаточно как бы приподнимать чуть-чуть и и обратно ставить потому что секрет потом быстрой игры будет в том что вы будете чуть чуть приподнимать сюда не будете делать никаких таких вот супер движение да у вас почти ничего не будет заметно при перестановке если все правильно да то она все аккордики они так вот незаметно как-то пальчики переползают и так и здесь то есть и сыграл и чуть-чуть приподнял сыграл и чуть-чуть приподнял Сейчас, секунду, я открою окно, у меня что-то как-то очень жарко получается, очень-очень, вот, ага, сыграю еще разочек, умничка, это очень хороший результат. Да, класс, замечательно, чуть-чуть отдохни, давайте у нас сейчас сыграет Валентина, хорошо, это же твое имя, да, Валь, или это просто хозяин аккаунта. Валечка, сыграй, пожалуйста, как у тебя получается, вот, то, что мы делали в чате, я там писала смс-ку ребятам с названиями звуков, у нашей схемы есть, вот, и ребята уже, в принципе, играли happy bird, и вот у Вали вполне получалось, попробуй в своем темпе, в своем, как бы, настроении, только включи микрофон обязательно, и я надеюсь, что будет слышно, я не могу, ребят, гарантировать, что у вас сейчас будет слышно, но мы, по крайней мере, понаблюдаем, как у Вали пальчики работают, даже если будет звук, не очень, нажми микрофончик там, у себя, давай попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok И вот эту часть вторую, ее же можно повторять, так у меня все слышно, да, меня, вот, ее часть вторую эту можно повторять, С днем рожденья, с днем рожденья, с днем рожденья, Тебя, попробуй ее еще повторить, вот, чтобы, Соль-Соль-Соль-Ми, Соль, 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 ми, до, до, силя, фа, фа, ми, до, ре, до. Вот это наша с вами как раз, наша с вами песенка. Так, здесь отправили нам ссылочку. Вот, сейчас для тех, кто еще пока не присутствует в чате ватсап. О, у нас немножко побольше стало народа, это хорошо. Это радует. Вот, я покажу еще разочек так, а где у нас там ссылочки? Тут описание чата, видимо, мне нужны где-то эти ссылки и медиа. Вот они у нас, медиа, ссылки, документы. Вот, вот наша вот эта рабочая картинка, по которой мы находим всякие звуки. Вот, если вы посмотрите, то вы увидите, где кружочек цифра 2, да, ребят? Это вторая струна. Вот, это как раз та струна, на которой Коля играл до. Вот, на ней как раз, вот он зажимал первый лад, и там на первом ладу получается до. Для тех, кто еще пока не привык, может, вот, обратите внимание, что когда вы играете на гитаре, у вас первая тоненькая струна самая находится снизу. Но на схеме она получается сверху, потому что схема переворачивается к вам лицом, да. Что, в принципе, так и будет, если вы гитару там повернете, да, к себе лицом. Вот, смотрите, Коленька, попробуй сейчас, если можно, найди на этой второй струне, где ты до нашел. Найди там же Ре, только на третьем ладу, это будет мизинчик. Мизинчик будет. Ре будет мизинчиком, третий лад на второй струне. Сможешь сориентироваться? Да, только мизинец, да, мизинец. Там мизинец у тебя получается, да, мизинчиком надо. Слушайте, ну это, если честно, это прям супер. Да, да, Коль, супер, классно. Вот, если так, то ты очень легко сможешь вставиться, вот, как бы, ну, в любую маленькую группу, там, как раз с ребятами работать. Вот, если у тебя получается. И сыграй Ре-Ре, и До-До. Вот, пока Коля играет, ребят, вы думаете, кто-то из вас, может быть, захочет вопрос задать. Попробуй сыграть, Коля. Ре-Ре, До-До. Маме большой прям привет, да, и это очень классно, Вик, что у него получается. Да, спасибо. Да, да. Молодец. Оп. Нажимай сюда. А это ты попал на третью струну, у нас же там вторая, Ре-То, это вторая. У нас вторая, Ре-То, вторая струна. Третью тоже классно умеет зажимать, но там немножко другой звук, там, ля-Но, втором ладошкой. Да, мизинчиком. Да. Да. Вот так вот это все устроено. Смотрите, ребят, ну вот для Коли еще все-таки, я сейчас закрою эту саму схему, для Коли было бы очень классно все-таки еще пониже сделать, смотрите, да, пониже сделать корпус. Почему? И вообще для всех ребят, кто помладше, потому что у нас как бы очень важно в целом, чтобы позвоночник был, позвоночник был прямо хорошо, а рукам, локтям, ну как бы удавалось опуститься вниз, потому что если мы вот так вот как-то вот держим инструмент, да, или там плюс-минус, да, это не очень хорошо для кровообращения. Хорошо, когда руки внизу, и когда вот так вот, когда это плечо может, имеет возможность опуститься вниз пониже, вот, ну и это понятно, этому проще. Поэтому вот, ну лучше вот так вот, еще больше, как бы корпус вот так вот прокручивать, да, вот, чтобы он оказывался максимально еще туда-туда-туда вниз. Вот для, да, типа того, ну как бы ты только, да, чтобы он при этом не свалился с тебя, ты прямо его как бы удачно положи, ножка пускай будет прямая, вот эта вот, да, на которой стоит, коленка, на которой все стоит, вот, и уже положи туда локоть спокойно, чтобы он лежал как надо, на углу вот здесь вот он должен лежать, на углу, помнишь? Да, и вот, ну сама ладошка, сама рука вот здесь должна быть как бы над этой штучкой. Подводи как бы, да, вот поближе сюда, все подвинь, вот, все подвинь, да. Но вообще, если честно, ребят, это каждый день, вот, очень важно прям пробовать каждый день и каждый день присылать. Чем младше человек, тем важнее это делать, потому что это все вот прям буквально за секунду вот так вот переворачивается, и тут же все меняется по ощущениям и по положению рук. И получается, что, ну как бы, не происходит привыкания к какому-то определенному, значит, вот, положению. А так, когда все одинаково, то будет все получаться. Теперь смотрите, друзья, вот у нас сегодня очень интересный такой памятный день. Правда, если честно, я его специально не отмечаю, но так получилось, что мне сегодня об этом напомнили. Есть такой замечательный Юрий Висборр, это актер, да, там, ребят, вот, актер и поэт, и автор песен, и писатель, значит, его уже нет в живых, но остаются его стихи и его песни. В них очень много добра, в них очень много любви. И одна из них, из этих песен, в принципе, для тех, кто сегодня, получается, третий урок проходит, наш третий сегодня урок, вот, она вполне для вас подходит, потому что там всего три аккорда. А про аккорды мы сейчас с вами поговорим, вы наверняка уже кто-то пробовали. Аккорды – это созвучие, где надо зажимать не одну нотку отдельно, а две или три, и что-то делать еще правой рукой. Но у нас вот там Каролина задает вопросик, машет ручкой. Каролин, скажите что-нибудь. Хэппи-бил, ты хочешь сыграть? Давай. А камеру не сможешь включить? А то нам прям вот, ну, очень классно было бы, да? Давай сделай на, чуть-чуть направь на гитарку, на свою камеру, ты, наверное, можешь, да, там, чуть-чуть ее так поправить. Вот. Вообще, на самом деле, если честно, если у нас люди прям хотят играть на занятия, и если вы что-то хотите сыграть, вы тоже можете, как Каролина, ручку поднять или написать в чат. Даже если речь идет не про наше задание, я вас с удовольствием послушаю. Вот. Ну, конечно, наше задание очень интересно послушать. Вот у Каролины. Давай попробуем сейчас сыграть. Класс. Давай. Да-да-да, попробуй. Я надеюсь, мы будем слышать. Но если даже мы не очень хорошо будем слышать, мы будем видеть твои пальчики. Попробуй. Поможешь погромче немножечко? Я не знаю точно хэппи-безды. Что ты не знаешь? Точно хэппи-безды. А, ты не знаешь точно ее, да? Ты что-то просто свое сыграешь, импровизацию какую-то? Да. Ну, сыграешь что-нибудь. Я вот это вот тоже. Угу. Ну, вот как Коля играл там одну нотку, и ты тоже можешь так сыграть нотку какую-нибудь, одну или две. Попробуй, попробуй, только чтобы у тебя было слышно. У меня почему-то, ребята, пропадает звук. Ты сыграй, если можно. Да-да-да, еще сыграй. Сыграй, чтобы пальчики работали. Ребята, не слышу. Да, Каролину, ага. Да-да, молодец. Ты сможешь там чуть-чуть присылать нам маленькие видео, да, в наш чатик? Есть ты в нашем чатике, да? Присылай. В общем, не стесняйтесь, присылайте. Даже если, ребят, как бы, ну, в крайнем самом случае, даже если вы там вообще что-то не поняли совсем, где что берется, и вы можете, во-первых, задать вопрос, написать, помогите мне, пожалуйста, найти ноты. Я не могу найти ноты. Вот, это один вопрос. Или если у вас там еще в чате, например, вы туда зашли и не понимаете, где найти схему, или вообще что-то не понимаете, пожалуйста, обращайтесь. Ну, в принципе, вы можете показывать все, как у вас работает ручка, как все это играет. Вот, ребят, дорогие, смотрите, теперь по поводу аккордов. Значит, аккорды, это у нас тоже были в чатике такие картиночки. Они, значит, уже без обозначенных прямо названий каждого звука, да, нам это не нужно, чтобы прямо все звуки были обозначены. Именно в игре аккордами это необязательно. Вот, достаточно просто видеть, что играется. И вот вам сейчас видно, да, картиночку мою желтую? Желтую. Ребят, да, все хорошо. А то я иногда забываю, что я показываю или не показываю. И вот в этой песне, если говорить про Висбора, там у него есть такая песенка, в которой используется всего три схемы из этих. Это вот этот вот ЕМ, АМ. Значит, в аккорде ЕМ вообще вы можете ничего не зажимать, да, используется только технику перебора. Вот, это по большому, большой палец играет по шестой струне, а потом играет третью, вторую, первую и обратно вторую и третью. Сейчас я вам это еще раз покажу, значит, отдельно по правой руке. Также там есть аккорд АМ, где вы ставите два вот эти звука. Если их называть прямо, то это до и ля. Сразу не у всех их получается ставить. И если у вас это не звучит, то надо желательно прям прислать, как не звучит в чате. И мы вам будем помогать. Я, честное слово, вам прям могу гарантировать, что у вас получится после этого. И вот еще вот этот аккорд, значит, H7 или B7. Вот, в нем уже, получается, выстраивается три пальчика. И он уже немножко больше требует, да, вот, как бы, тренировочки и тоже помощи, возможно, в чате, чтобы вы пробовали. Вот, а я смотрела, как у вас руки и чем вам можно помочь. Значит, смотрите, сначала, еще раз, для детей особенно, вот сейчас для Коли, для, получается, у нас, кто сейчас из ребят играл, Каролина играла. Вот, для младших и для всех, кто первый раз на занятии, прием перебора, да, это, еще он, этот прием называется у музыкантов арпеджио. Почему он так называется? Потому что он похож на арфу. Арпеджио – это похожий на арфу. Как бы, прием его значения этого слова. И мы берем, я вот так развернула, чтобы вам было виднее движение пальцев, да, вам желательно, чтобы у вас прямо гитара стояла, но я вам специально чуть разверну. Значит, большой пальчик по какому-то басу. Если это аккорд Е, то зажимать ничего вообще не надо, и это будет шестой бас. И потом, вот так, указательный пальчик, средний пальчик и безымянный пальчик. Вот, вот так, большой, указательный, средний и безымянный. Оль, у тебя так получится? Попробуй. Не-не-не, смотри, бас нужно только шестой, а потом третья струна, вторая и первая. Попробуем, вот по прозрачным струнам, да, будешь играть. Сначала большим пальцем по шестой, а потом по прозрачным. Да, только по очереди. Указательный, смотри, указательный, средний и безымянный. Третья, вторая и первая струна. Не, мизинец не играет, смотри, еще раз. А, и вот этих? Да, да, смотри, указательный здесь, средний здесь, безымянный здесь. Попробуем. Да, еще раз. Указательный, средний и безымянный. И вы, ребята, тоже все попробуйте. Еще раз, да. Смотри, ты можешь сделать мне такое небольшое упражнение, показать указательный, средний и безымянный пальчики. Так, указательный, потом средний, потом безымянный. Да, и вот сделай, как бы, да, как будто C, Z, Q. Вот, значит, большой, указательный, средний и безымянный. Нет, сначала большой, сначала большой. Что-то пропустил. Попробуем. Я, знаете, вижу, какое еще такое ощущение. Люди иногда, мне кажется, думают, а куда мне играть? Вот так? Или вот так? Ребят, большой движется палец всегда вниз, а эти пальцы остальные движутся вверх, да, по своим струнам. Вот, это нормально. Большой вниз, а эти, ну, как бы, подцепляют каждый. И вот у нас есть песня, как бы, с аккордами, которая начинается так. Ты у меня одна, словно в ночи луна, Словно в году весна, Словно в степи сосна. Вот такая у нее простая, как бы, в правой руке, да, штука. Но там не просто четыре звука, А там получается, вот так получается. Смотрите, ребят, смотрите, и ты тоже, Коль, глянь. Может быть, ты сможешь без объяснения понять. Там не просто четыре звука в одном направлении. Там потом возвращается средний и указательный. Нет, ты глянь, ребят, сейчас все глазки на меня. Я почти уверена, что если вы прям посмотрите, вы поймете, как это делать. Значит, сначала вот этот порядок, а потом вот так. То есть туда и возвращается средний и указательный. И получается шесть звуков. Это достаточно просто, красиво, как бы, и это очень удобно. Ну-ка, попробуй, Коль, может, это так получится. Почти, почти, но надо будет там еще. Давайте вот сейчас Валентина попробовать. Валь. Если кто-то еще хочет пробовать, тоже ручки поднимаете, да? Перебор? Рука, вот сам вот этот перебор пока что без всего. Да, да, и так сделать еще два раза так. Да, да. Слушай, мне все хочется тебе немножко поправить гитару, потому что когда ты сидишь, вот записываешь домашнее задание, у тебя прям идеально она стоит, вот там, ну, как бы, подставочка или там просто ножка удобная левая стоит, и у тебя получается, что удобнее вот этому плечу, как бы правому. Вот, и здесь тоже всему удобнее. Если ты можешь немножечко вот как бы этот угол сейчас сделать побольше, попробуй сделать, потому что вот чем больше поднято плечо, да, тем вот сложнее. И вот здесь важно тоже, чтобы, да, еще раз проверять, чтобы оно от локтя было все так же. Вот, и сыграешь еще пару раз, если можно. Да, да, ребята. Дальше начинается вот штука, на самом деле, которая зависит от возраста и от, ну, вот, от вашего, скажем так, от вашего опыта игры. То есть, если вы с нами играли два урока, то, скорее всего, это у вас получится, да, вот, Кит Иван сегодня присылала уже, да, вот, по-моему, или вчера вы прислали вот эти аккордики, да, вот, где, вот, получается, до и ля там уже стояли, да, вот, получалось аэ. Вот, Кит Иван, можно я вас попрошу как раз сыграть? А светут? Я так рада. Нет, не хотите? Безря, на самом деле, вот, ну, как бы, тут вообще все свои. Попробуйте, попробуйте вот эти аккордики сейчас. Ребята как раз глянут, как это делается. Так. Супер, поздравляю! Вообще просто будьте счастливы, у вас все замечательно получается. Вообще, ребят, как бы, здесь же простейшие пока вещи, да, и уже можно петь. А аккорд, вот, получается, второй, который Кит Иван играла, у нее, получается, вот так он ставился. Еще не все это могут. Не думаю, что это может сейчас пока Коля, потому что большая гитара, и потому что он только что пока начал. Но это не страшно, то есть можно, по крайней мере, пробовать. Значит, смотрите, ребят, это вот вместе два звука на первом ладу, вторая струна, и на втором ладу третья струна. Вот так вот получается. Вот они как бы ставятся. И еще к этим плюс-двум звукам, вот их еще надо видеть, чтобы пальчики были к углу, и все это было близко. Это не за один урок делается. То есть это вот мы работали пару недель, чтобы привыкнуть к этому. Вот. И потом прибавляется вот этот же самый перебор, но с пятым басом. С пятым, потому что у каждого аккордика в схеме, как вы уже, наверное, заметили, у него в кружочке написан необходимый бас. Бас – это очень важный звук для каждого аккорда. Фактически это его основной, самый главный звук. Без баса вы, в принципе, не поймете, какой аккорд. Вот. Можно перепутать. Будет такое странное ощущение, если даже аккорд стоит хорошо. Но бас не очень к нему, не очень виден. И вот смотрите, вот следующий аккорд, там на схеме мы сейчас с вами еще посмотрим, он будет называться B7 в скобочках H7. Почему? Потому что в ряде стран он называется, вот его основная, ну, как бы основная, короче, его основа называется как B, а в некоторых странах называется как буква H, или речь английская. Вот. Не смущайтесь на это название. В общем, если будут какие-то вопросы, или увидите какую-то песню, то мы с вами об этом поговорим более предметно. А пока что я вам пишу оба названия, и B7, и H7. Что там делается? Там. Значит, вот средний пальчик, получается, остается вот от предыдущего аккорда, если у нас был аккорд АМ, то фактически мы можем, ну, самое главное, учитесь расслаблять, как бы не зажимать пальцы, не делать так, чтобы они у вас были очень деревянные. Старайтесь всегда делать, чтобы все было мягонькое, чтобы все было легкое. И вы, получается, вот эти вот два пальчика, вот так можно развернуть вообще руку, да, и средний останется на месте, над ним встанет указательный, а под ним встанет безымянный. Ребят, дорогие, сделать это можно, удобно, только в том случае, если вы правильно сидите, потому что если вы сидите вот так вот, типа, это будет очень тяжело сделать, да, то есть вот именно положив гитару в правильное, как бы, положение, тогда у вас тут хорошо рука ложится, вы сможете это легко сделать. А я к вам подношу к камере просто, чтобы вы видели, что это получается. Был аккорд АМ, сейчас я удобнее, вот так ножку поставлю. Был аккорд АМ, получается, вот. И потом он так вот поворачивается чуть-чуть, и указательный пальчик ставится повыше, а безымянный пониже. Вот все три пальца на втором ладу. С той же самой штукой, да, вот, как бы, которая нас там играет. И, дорогие мои, надо никуда не спешить, ничего не бояться, ничего не смущаться, и это сделать несколько раз. Вот. Потому что вот этот аккорд, B7 или H7, его можно по-разному ставить. Можно вот так, а можно другими пальцами. Но нам, вот в этой песенке, которая «Ты у меня одна», нам в этой песенке удобнее именно так, потому что у нас фактически остается на месте средний палец, а это очень удобно. Вот. Вот. И должен быть приподнят хорошо гриф, да, то есть если он будет вот так, он будет очень удобненький. Вот. Поэтому вот садитесь хорошо, как раз у меня есть видео про посадку. И мы несколько раз так делаем. И смотрите, что получается. Дальше я вам буду писать прямо в ваш чатик в WhatsApp. Значит, аккорды этой песенки. Значит, потому что сразу петь, конечно, ну, вряд ли вы будете. Это не предполагается, что вы еще пока петь не можете. Лучше под вас кто-нибудь другой споет. Может быть, даже я, если вы пришлете, как вы играете аккорды. Вот. И вот используется аккорд ЕМ, аккорд АМ, и вот этот вот самый B7 или H7. Три аккорда используются всего в песне. В каком порядке они играются. Я сейчас вам напишу, и позже точно так же мы будем писать все остальные песни. То есть, как бы, базовая такая схема такая. Ты у меня одна, пишу, Юрий Висбор, чей день рождения мы сегодня отмечаем. Вот. И получается в песенке первый аккорд ЕМ. А, надо обязательно перебор написать. Перебор я напишу так. Смотрите. Внимание. Сначала я пишу слово бас. В каждом аккорде бас свой. В ЕМ бас шестой. В АМ бас пятый. И в Б7 бас тоже пятый. Значит, какой-то бас, который нужен для аккорда. Потом играются в таком порядке струны. Третья. Вторая. Первая. Потом опять вторая. И третья. Это я записала то, что я делала, собственно, говоря, правой рукой. А дальше, ребят, там несколько куплетов, но в каждом куплете повторяется один и тот же порядок аккордов. ЕМ получается. Потом опять ЕМ. Потом опять ЕМ. Потом АМ. Как видите, вы будете отдыхать целых три аккорда. ЕМ вообще ничего зажимать не нужно. Вот. Потом еще раз АМ. Потом Б7. Ну, Б7. Ладно, вот как бы я не буду там повторять двойное название. Вот. И потом вот так. И у нас получается, собственно говоря, то, что я записала, звучать будет так. Это я, если не останавливаюсь. Можно просто ничего не петь. Когда мы ничего не поем и не пытаемся даже, оно немножечко странно звучит. неузнаваемо. И это нормально. Потому что это только фон для вашего голоса. Я сейчас еще раз повторила, потому что там повторение как бы заложено в самой этой песенке. Вот. Если вы вот этим перебором сыграете вот эти аккорды, что вполне для вас, для всех возможно, может быть даже для... Ой, надо только вот это, наверное. Может даже для Коли, но Коли для... вот как бы по идее для такой правдотворной работы хорошо бы и гитару ему по размеру. Потому что вот отдельные нотки еще удобно будет зажимать, а вот с... когда надо два или три звука зажать, будет сложновато. Вот. Надо будет потом делать. делать. Все-таки размер важен. То есть вот здесь... И вот такой порядок получается окон. Но в принципе, в принципе, Коль, ты можешь справиться. Для тебя, если ты хочешь справиться, важно, чтобы ты играл каждый день и присылал, что получается. Два момента. И тогда у тебя как бы и мозг, и рефлексы подружатся с этой гитарой, и вот как бы быстрее будет получаться. Ребят, посмотрите на эту красоту, которую я вам написала. Может, у кого-то есть вопросы? Давайте вот как бы подумаем. Потому что, в принципе, если вы, например, уже по той схеме более-менее понимаете, как играть ЕМ, как играть АМ, как играть БСИ, то вы уже вполне можете играть вот эту... Еще раз спою, чтобы вы подумали, да? И вы сейчас... Давайте еще разочек вам просто открою камеру. Вот. Сыграю. Там еще, например, такой есть куплет. Так. Какой-то куплет есть. Вы не еда, Вы не еправа да, В сумерках города, Вот и взошла звезда, Чтобы светить всегда, Чтобы согреть в метель, Чтобы стелить в гостель, Чтобы качать всю ночь, У полы передушь, У полы передушь, Вот. То есть, смотрите, очень хорошие новости дальше стоят. Для тех, кто уже уже предыдущий урок послушал, ребята, дорогие, Вот эта желтенькая картинка, на которой нарисовано шесть аккордов. Напоминаю, что эти аккорды облегченные, упрощенные, специально, чтобы было удобнее учиться играть с перебором. Вот этих шести аккордов достаточно, чтобы сыграть несколько песен. Например. Виноградную косточку В теплую землю Сорою Это была такой Джава. И лазу поцелую, И спелые грузья сорву, И друзей зазорву, Любовь в свое сердце настрой, А иначе зачем На земле этой вечной жировой. И все эти аккорды у вас есть на бумажечке, собирайтесь, как гости мои, на мое угощенье, говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощенье за прегрешенье, А иначе зачем На земле этой вечной жировой. Что еще на тех же самых аккордах? Вот это тоже. I've heard there was a secret chord. Тот же самый перебор, тот же самый набор аккордов. That David plays and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the folk, the people, the minor folk, the major words, the mouthful, the composer, alleluia. Высоко пишет там петь. И еще штук пять песен, русскоязычных и разных других, вы спокойно совершенно играете на тех же самых аккордов. Какие у вас могут быть вопросы в связи с этим, ребятам? Может быть, у кого-то есть какие-то... Кто-то уже немножко имел опыт, да, игры, что-то хочет спросить. Вот, попробуйте придумать вопрос, да, вот как в связи с тем, что вы играли. Если вдруг хотите, потому что если не хотите, вы можете не задавать. Вот, да, я понимаю, что, наверное, вообще, как бы я могу допустить, что тут вы, как бы, подумали, да нет, да не может быть, чтобы так много песен, всего на шести аккордах, и с этим же самым перебором, да не может быть. Это я что, через неделю, что ли, буду играть? Нет, не совсем через неделю вы будете играть, потому что знать, как берутся эти аккорды, и иметь, как бы, возможность их просто зажать, да, они не сразу получаются, они иногда просто мешаются, там, пальчики друг к другу. Бывает, у вас что-нибудь такое может быть. Что-нибудь такое спокойно, да, то есть первое время. Пока ручка, как бы, не почувствует, что ей нужно, а что ей нужно, ей нужно обязательно каждый палец ближе к ладу брать. Я сейчас вас уже отпущу, вы не думайте, там уже скоро урок следующий начнется, вас долго не буду мучить. Вот, каждый пальчик должен, ну, должен стоять ближе к ладу. И иногда чуть-чуть надо разворачивать руку, потому что вот когда вот так вот, параллельно ладам пальчики, мы не сможем вместить некоторые вещи, да, мы D7, нам будет сложно взять. D7 очень похож аккорд на АМ, да, то есть если АМ вот такой, он очень простой, D7, это просто подставляется пальчику. Там другой бас, только четвертый. Вот. Вот, что, G тоже там, средний здесь, да, внимание, да, не вот этот, ребят, а именно средний. Там долго объяснять, почему, но именно средний. Вот, средний и мизинец G. Тоже, может не сразу звучать, но как бы присылайте, как получается, я буду вам подсказывать, что сделать, чтобы звучало. И аккорд С, это безымянный и указательный. Безымянный на пятой струне, указательный на второй струне. Вот. Если вы новичок, тем более, если вы ребенок, то, скорее всего, больше двух аккордов вам новых брать в день не надо. Устанут пальчики, и вы только расстроитесь. Вот. Самый простой вариант, это брать какой-то новый аккорд, и его тренировать, знаете, как вот. Играйте, например, D7 и EM. Со всеми открытыми струнами. D7 и EM. Для того, чтобы наладилась моторика, вот эта игровая, нашему мозгу и нашим, как бы, всем пальчикам, нужно многократное повторение. То есть, как бы, раз пять, пару одну нужно повторить, ну, один аккорд, глубоко говоря, с каким-то другим поменять, чтобы у вас они начали переставляться. Потому что мы можем достаточно быстро ставить аккорд, и достаточно быстро мы можем играть, но когда-то... Ну, и так делают сейчас ребята. Тут они играют быстро-быстро. Потом переставляют другой аккорд. И вот эта перестановка долгая получается, а сам, как бы, переборчик получается быстрее. И это нехорошо. То есть, как бы, нам лучше, наоборот, растянуть перебор, сделать помедленнее, вот, но максимально постараться, как бы, со временем, с течением дней сделать, чтобы аккорды получались быстрее. Напоминаю еще разочек. Нужно каждую пару аккордов, например, там, АМ-ЕМ или Г-ЕМ. Все можно с ЕМ-ом, как бы, да, переставлять. В удобном вам темпе играть раз пять. И присылать, как получается. Если вы прям пять раз присылаете, то есть прям берете, включаете камеру и играете. Пять раз. Эту пару. Можно медленно. Можно очень медленно. Это будет очень информативно, потому что много чего будет видно по вашим рукам. Насколько они напряжены или нет. Насколько вы сидите удобно или нет. Насколько гитара стоит удобно или нет. Что там с пальчиками. Все это будет видно на видео, пока вы играете эту пару. Я могу даже пролистать, посмотреть начало, серединку и конец. И вам быстро ответить. Поэтому, вот, как бы, пользуйтесь этой возможностью. Потому что, как бы, ну, здесь чем чаще мы будем с вами связываться в течение дня, тем будет больше толку. Ребята, дорогие. Да, да. Валь, ты что-то хотела сказать? Угу. У меня... Я просто не понимаю... Там схема. Ты у меня одна. И вначале вы написали бас, из-за чего-нибудь 1, 2, 3, и там дальше я не поинтересовала. Смотри, это как бы вот эти цифры, 3, 2, 1, это номера струн, вот этих вот, которые ты будешь играть в переборе. Это такой простой способ записать перебор, потому что они бывают разные, бывают не только такое. Может быть, какой-нибудь другой. Я его тогда тоже цифрками буду записывать. Какая, после какой, понимаешь, да? То есть, когда я пишу перебор, дальше идут номера струн. Вот. Всё. И ты можешь это пробовать делать. Вот. Если даже вы что-то там неправильно поняли, ребят, вообще не проблема, попробуйте каким-то образом это решить, я вас поправлю. Хорошо? Вот. Вот такие дела. Нам пора переключаться, потому что у нас будет следующий урок. Пишите в чате. Вот. Я чуть-чуть ближе к вечеру смогу всё прочитать и всем помочь. Хорошо? Спасибо за терпение, особенно младшим участникам. Отдельная грамота и медаль за терпение. Спасибо. Всё. Давайте. Пока-пока. Счастливо. До свидания. Спасибо. Пока-пока. 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 Пока-пока.